В посёлке Степное Анинково Цельнинского района на сегодняшний день проживает порядка 600 человек. В населённом пункте есть всё для комфортной жизни, кроме медицинской помощи. При существующем в поселении фельдшерско-акушерском пункте нет только медицинского персонала. Директор средней школы села обратилась в нашу редакцию с просьбой помочь. Мы не смогли остаться равнодушными. У меня беспокойность в том, что у нас есть здание, которое мы отапливаем, но нет фельдшера с февраля месяца. То есть уже март-апрель-май и скоро летние каникулы. Буквально с 1 июня на базе школы откроется летний оздоровительный лагерь, который будут посещать 25 детей и которым нужна будет необходимая помощь. Но в первую очередь это ежедневный осмотр фельдшером ФАП. А во вторую очередь вы прекрасно знаете, что в летний период возможны различные опасности. Кроме проживающих в поселке детей, на летние каникулы также приезжают ребятишки из соседних поселений и городов. Учитывая ранее весну в этом году и как следствие активность клещей, медицинский работник в селе необходим. К тому же взрослому населению тоже нужна квалифицированная медпомощь. Сейчас люди вынуждены ездить в районную больницу. За комментарием по сложившейся ситуации съемочная группа нашего телеканала обратилась в областное Министерство здравоохранения. Вопрос с фельдшером решается. В настоящее время подбор осуществлен. После прохождения процедуры аккредитации фельдшер будет туда трудоустроен. Планируемый срок трудоустройства это июнь-июль 2021 года на полную ставку. По словам руководства ведомства, новоиспеченному фельдшеру ФАПа Степнова-Аненкова будет предоставлена мера социальной поддержки из областного бюджета в виде 1 миллиона рублей на приобретение жилья. Также в Минздраве поясняют, что на сегодняшний день в Степнове-Аненково дважды в неделю выезжает врач-терапевт с медицинской сестрой для приема населения и вакцинации. Неотложка выезжает по требованию из Большиногаткинской районной больницы. Мы взяли ситуацию на свой независимый контроль и будем следить за развитием событий. Антон Никонов, Юрий Ломатов, Владимир Куликов, Уллправда ТВ.